Третья книга Моисея, Левит, глава 14 И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом над живой водой, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы. И покрапит на очищаемого от проказа семь раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист, потом войдет в стан и пробудет семь дней вне шатра своего. В седьмой день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В восьмой день возьмет он двух овнов без порока и одну овцу однолетнюю без порока и три десятых частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное и один лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа с киней собрания. И возьмет священник одного овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколит овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови и жертву повинности, и возложит священник на край правого уха, очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего семь раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его возложит священник на край правого уха, очищаемого, на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и одного овна в жертву повинности. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и одну десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное, и лог елея, и двух горлиц или двух молодых голубей, что достанет рука его. Одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение. И принесет их в восьмой день очищения свое к священнику, ко входу с киньей собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна в жертву повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколит овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покрапит священник с правого перста своего семь раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, и с того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение, и вместе, а другую во всесожжение, вместе с приношением хлебным. И очистит священника очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, — Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам о владении, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику, — У меня на доме показалось как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на семь дней. В седьмой день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую оскоблят, высыплют вне города на место нечистое, и возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни, и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечисто он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева, червленую нить и эссопа, и заколит одну птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и эссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом семь раз. И очистит дом кровью птицы и живой водою, и живую птицу и кедровым деревом, и эссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. Продолжение следует...